Когда деревья и кустарники находятся в безлистном состоянии, самое время проверить их на наличие вредителей, болезней, каких-то патологий, изъянов. Это могут быть дупла, трещины, это может быть потеря тургора, то есть различные повреждения и изъяны, которые не характерны для обычного состояния растений. В здоровом состоянии кора гладкая, ровная, блестящая или она может быть матовая, но она, как правило, без повреждений. Если растение начинает болеть, то появляются какие-либо повреждения. Внешние признаки повреждения ствола. В данном случае у меня здесь кусочек ветки березы, очень видно и заметно нарушение тургора и при спиливании веточки сразу видно повреждения внутренние, то есть уже начинаются милостные процессы и эта ветвь, она полностью идет на удалении. Кусочек ствола березы. Здесь поработал березовый заболоник. Это мелкое насекомое, которое очень любит березу, живет в ней, размножается, делает ходы и постепенно это может привести к гибели растений. Веточка смородины передо мной. При обрезке было обнаружено поражение центральной части, стеклянница, распространенная насекомая у нас, вредитель. Петви такие надо вырезать, выбрасывать. Спил ветки яблони и видно трещина, которая образовалась снаружи и идет уже в глубину. Это не простое усыхание при сушке, а это именно было уже повреждение при осмотре дерева. При спиливании такой ветви с обратной стороны уже были такие вот раковые повреждения, отслоение коры. И также при спиливании этой ветки видно, что уже 1,4 часть древесины поражена грибком. Плодовые тела грибов, они выглядят такими подушечками, бывают черного цвета, оранжевого, то есть в зависимости от вида гриба. Это тоже говорит о том, что древесина уже мертвая и такая ветвь идет практически на спиливание, потому что тоже не жилец. Гниль ствола – это спил яблони, где мы видим, во-первых, трещины достаточно глубокие и сердцевина, практически вот она полностью съедена грибком и она выпала при спиливании. Деревья обычно умирают очень долго, то есть долгое время они пытаются себя защитить, борются за свое существование. И, конечно, без помощи человека им очень трудно справиться с вредителями, с болезнями, поэтому очень важно вовремя определить патологию, причину возникновения каких-то неприятностей у деревьев и обязательно помочь дереву.